Всем привет дорогие друзья! У нас сегодня очередная мотивация на уборку и наконец-таки я созрела на генеральную уборку в ванной комнате. В принципе, после генеральной уборки я всегда поддерживающий порядок держу, но когда уже понимаю, что у кошек шерсти много, пыль где-то скопилась в тех местах, где я не часто залезаю протирать, то конечно уже надо делать генеральную уборку. Я начну с того, что я сниму шторку для душа, я хочу ее постирать и сниму сетку на вентиляции. Мне девочки подсказали, как правильно ее расположить, чтобы на ней скапливалось меньше пыли и действительно это работает именно так, на ней намного меньше пыли и теперь я ее ставлю именно так. Объяснить не смогу, как я ее ставлю, в общем задом наперед по ходу дела я ее ставлю и на ней скапливается меньше пыли. Я выношу все, что возможно вынести, так как у меня, грубо говоря, минимализм в ванной комнате, я расхламила все, что могла и выносить в принципе у меня особо нечего. У меня хранение организовано только в шкафу на весном и на полочках за шторкой и в принципе все. Ну единственное еще под ванной у меня лежат цветочные горшки, земля, но там я не вытаскиваю ничего, потому что в принципе там у меня никак не помыть, у меня там нет плитки, там просто бетон и поэтому я в свое время там хорошо пропылесосила все какие-то мелкие камни, там не знаю песок, что там было под ванной я все пропылесосила. В принципе там просто чистый бетон и хранятся горшки цветочные и так далее, все что я перечислила и туда я не залезаю без надобности, если мне нужен горшок цветочный я беру, а так я в принципе туда вообще не заглядываю, если честно. Поднимаем шторочку, чтобы тоже с полочек все вытащить и на полочках у меня только хранится бытовая химия, тряпочки, тазики различные, у девочек игрушки для купания тоже надо все как-то добраться, их перебрать, пересмотреть. Вроде начинаешь пересматривать, вроде они все купаются, играют, используют, но надо все равно посмотреть на то, почернели они или нет, потому что бывает, что плохо воду, когда выливаешь, оно там все затухает, так сказать, да, и получается, что игрушки чернеют, поэтому надо будет собраться как-то перебрать игрушки. Про тазики заговорила и сразу вспомнила, что как-то я все хотела в фикс прайсе купить складное силиконовое ведро и как-то вот все смотрела на него, смотрела, думала надо, но мне не надо, вроде бы хорошо, экономит место, как бы все прекрасно, но потом как-то все забылось, думаю, да у меня есть вот и ведра есть, и тазики есть, и маленькие большие всяких размеров и как-то все подзабылось. Девчонки, у кого есть вот складные именно силиконовые ведра или тазики, то напишите, как они вам в использовании, потому что я вот купила складной дуршлаг силиконовый, но он у меня вот сколько прослужил, наверное, год с лишним и у меня треснуло силикон и получается, что у меня просто сейчас, сейчас я его не могу использовать, потому что я начинаю вываливать туда, допустим, лапшу, если сливаю воду, все у меня через эти отверстия все, где лопнул силикон, все это дело выливается. Очень извиняюсь, мой тебя поет все ренады. Вроде бы думаешь, с одной стороны, хорошо, складное, мало места, незаметно, где-нибудь там на полочке лежит или стоит, но с другой стороны, если пластик может служить бессрочно, грубо говоря, если он хороший, прочный, и силикон, вот у меня, допустим, получилась такая история, что треснуло два отверстия, и сейчас уже дуршлаг, все, только в утилизацию пойдет. И поэтому вот не знаю, конечно, много еще от качества силикона зависит, что если хороший силикон, то он будет нормальный, если плохой, то, конечно, да, дешевая всегда быстро портится. Вроде бы дуршлаг был хороший, дорогой, но вот в то же время так вот получилось. И вот я теперь в раздумьях, стоит ли это того на год, грубо говоря, покупать такое складное ведро, и потом, возможно, через год опять покупать новое. Вот даже и не знаю. Начну протирать пыль с самого верху, пройду все стены, заодно протру, и потом еще буду шваброй протирать. Хотела, раз мы наводим порядок в ванной комнате, хотела с вами поразмышлять, что для вас лучше. Ванная полноценная, в которой можно и полежать, отдохнуть, и как бы расслабиться, да, и в то же время и душ принять, либо душевая кабина. Вот я такой человек, что я в ванной редко лежу, отдыхаю, да, расслабляюсь, ну, в принципе, потому что вечером как-то сил на это нету, что-то отмокать, отлеживаться, это очень редко бывает. Я в основном принимаю всегда душ, потому что это и быстрее, и как бы времени на это все нету, хочется быстрее помыться, умыться, привести себя в порядок и в банки лечь, да, отдохнуть. Вроде бы с одной стороны хочется, и что вроде бы кажется, что ванна так занимает такое пространство, да, вдоль стены, а душевая кабина кажется как будто бы, ну, всего лишь уголочек. Но опять же я смотрю видео у девочек, и мне кажется, что душевые кабины, они довольно массивные. Вот у девчонки, у кого душевые кабины, и были, допустим, в опыте ванны и душевые кабины, что для вас лучше, или что, что как бы понравилось, что не понравилось, допустим, в душевой кабине. Мне вот интересно, когда у меня мама делала ремонт в ванной комнате, ну, такой легкий, да, сама делала, и они меняли ванну, она была еще в раздумьях, купить ли ей душевую кабину или нет. Для того, чтобы, потому что у них ванна с туалетом разделены, и помещение очень вообще маленькие, просто пару квадратов. Получается, что она думала, что вот, мы все равно в ванной не лежим, но опять же у нас внучки, вроде в ванну всегда девочки приезжают, принимают, что и поплюхаться есть где. В общем, они остановились все равно на ванной, хоть они и не купаются там, да, не плавают, не отдыхают, не отмокают, но все равно остановили свой выбор на ванне. И опять же я смотрю, девочки, эти зеркала, стекла надраивают, а с налета это целую огромную, как не знаю, как, не знаю даже совсем сравнить душевую кабину, что если там жесткая вода, это весь просто, вся душевая кабина в налете, это такой труд колоссальный, мне кажется, что легче реально в ванну целиком хлоркой залить, промыть и все, никаких забот, что с душевой кабиной, мне кажется, больше даже забот, хлопот. Ну, не знаю, у кого какой опыт, пишите обязательно в комментариях, мне будет интересно почитать. Мы все еще с вами протираем батареи пыль везде, оттираем пятнышки какие-то, и девчонки у меня на хромированной батарее, я уже давно рассказывала, но так я и не воспользовалась советом в свое время, ну, не было как-то лишних финансов выделять. Мне советовали какую-то пасту для автомобилей, по-моему, если я правильно помню, девчонки мне советовали ее на Азон где-то купить или на Вайлдберрис, не помню я как называется, если девчонки вы знаете, потому что я в свое время туда положила тряпочку, видимо плохого качества, из плохого сырья, и она была мокрая, высохла, и потом оставила просто за собой такой вот след темный, и как бы батарея потемнела, и если вы помните или знаете название такого, ну, это, по-моему, крем или паста такая называется, если вы помните или знаете, чем можно это пятно убрать, то я буду вам очень благодарна, потому что я, если честно, забыла. Сейчас как бы есть возможность, да, действительно потратиться на бутылек или там тюбик этой пасты, и чтобы, допустим, воспользоваться один раз, чтобы она, ну, лежала там на крайний какой-то случай, потому что, ну, до этого как-то, ну, жалко было, что вот мне ради одной батареи покупать там тюбик за 400 рублей, ну, вообще не хотелось, ну, и как-то не было возможности. Если, девчонки, вы знаете название такой пасты, или есть какие-то способы другие избавиться от такого пятна, от ткани, да, темное такое пятно на батарее, то, пожалуйста, напишите мне. А мы с вами протираем стены, там, где высоко я не дотягиваюсь, я просто накидываю на швабру влажную тряпочку и с помощью швабры протираю. Потолки я протираю крайне редко, потому что это надо прям вот, если ты влажной тряпкой протираешь, это надо сверху еще потом сразу сухой протирать, а это очень неудобно и тяжело, ну, и как-то страшно, если надо прям, чтобы близко рука была, никакой швабры, ну, да бог, ткнешь в потолок, проткнешь, в общем, там ползать, надо заморачиваться, это прям надо такой настрой, чтобы потолки протирать. И, девчонки, напишите, если у вас натяжные потолки, допустим, да, в квартире, как часто вы их протираете, потому что я протираю их крайне редко, и вот за все ролики, которые я снимаю на YouTube, вот сколько, два года, да, третий год пошел, я ни разу не показывала, как я протираю потолки, потому что это настолько такое занятие, неудобное вообще совершенно для меня, поэтому я даже не запечатляю это. Надо бы по-хорошему было еще машинку отодвинуть, потому что она вот у нас как стоит стационарно, да, и даже счетчики, когда мы списываем, я просто в проем между стеной и машинкой просовываю руку с телефоном, фотографирую счетчики, и все, и машинка у нас даже не двигается совершенно, и по-хорошему бы ее отодвинуть, потому что там пыли много, но она такая тяжелая, так тесно стоит между унитазом и ванной, что, получается, я ее не могу, у меня не хватает сил ее отодвинуть, ну и потом, возможно, Сережа приедет с работы, когда-нибудь в один из дней я его попрошу отодвинуть, чтобы там хотя бы пропылесосить и протереть, потому что там-то, конечно, тоже много пыли скапливается, и кошачьей шерсти, потому что я вот буквально прибралась на генеральную уборку в ванной комнате, к вечеру семенной шерсти было на полу в ванной комнате, уйма вообще, она линяет у нас очень сильно, еще они дерутся между собой, и получается, что вообще, что была генеральная уборка, что ее не было, вообще непонятно, крышку от унитаза, ободок, в общем, ершик, сетку, все это я заливаю кипятком в ванной и засыпаю перкарбонатом натрия, я решила попробовать так, потому что вот у меня как закончилось все связанное с белизной, с хлоркой, я с тех пор ничего не покупала, потому что я все чаще и чаще стала замечать, что у меня очень болит голова, я просто перестала такие аромосодержащие, хлоросодержащие вещества покупать, и у меня меньше стала болеть голова, поэтому я залила кипятком из-под крана, у нас довольно горячая вода бежит из-под крана, если прямо на самый верх включить, на максимум, да, довольно горячая, я засыпала перкарбонатом, пускаю, но там все отмокает, я потом все это промою, прочищу, потом Сережа еще придет с работы, ванну хорошо промоет, и вообще будет красота, поэтому я сейчас вообще стараюсь хлорку, вот такого ничего не покупать, и пользуюсь пока что перкарбонатом натрия, и пока у нас там все отмокает, мы заодно сразу все составили на полочке в нише, и составляем все, что возле метаза у нас хранится, это швабра, кошек-наполнитель и мусор на ведро у нас там стоит, больше ничего, из бытовой химии я перебрала, убрала несколько продуктов, у которых там вообще по капелюшечке осталось, и в принципе все, все поставила по местам, тряпочки аккуратно разложила, но аккуратно сложных тряпочек хватит ненадолго, это у нас всегда так, хватаешь тряпку, потом обратно возвращаешь, как кинул, так кинул, но ничего, самое главное сейчас, после генеральной уборки, что все будет красиво, сразу поставлю стираться шторка, там полотенце, там еще какие-то тряпочки были, и будем в конце уже сейчас все расставлять по местам, у кошек вроде бы наполнитель еще более-менее свежий, меняю я его раз в 3 дня, и покупаю я его в светофоре по 50 рублей за 5 килограмм, нормальный, хороший, быстро не разбухает, хватает на 3 дня, в принципе меня это устраивает, запахи тоже хорошо впитывает, в ванной комнате не пахнет, от Даши и Ксюши, когда они были маленькие, остались пеленочки, я пару штук оставила, остальные Насте отдала, и получается, что я их использую просто как подложку, когда я что-то мою в ванной комнате, там даже кошачьи горшки, либо вот крышку тунтаза, там еще какие-то вещи, да, я просто подкладываю на машинку, чтобы машинка не намокалась сильно, и все выкладываю, оно сушится, я просто потом эту пеленочку, либо стирку убираю, если она там долго уже прослужила, да, либо просто сушу и возвращаю на место, и все, оно действует именно так у нас, либо за место коврика, когда девочек купаю, я подкладываю вниз на пол, подкладываю, чтобы девочки не подскользнулись, и все, потом тоже сушу и убираю, вот у нас такое использование пеленок, никаких ковриков, я в свое время покупала и возле унитаза коврик, и возле ванны коврик, но оно мне как-то вообще совершенно не понравилось, ну вот, очень быстро марается, кошки дома, это вся шерсть липнет, и тут вроде бы взял, ногами встал, повесил, посушил, и все, и как бы оно не мелькает, на полу не мешается, и лишнего какого-то визуального шума такого не создает, и никаких заморочек не надо, что ли, пылесосить, отстирывать шерсть, выковыривать оттуда, тут тряпочку стряхнул, пеленочку, да, посушил и убрал на полочку, надо достал, и у меня уже как-то, знаете, уже в привычку это все дело вошло, и я уже на автомате это все делаю, даже у меня Даша уже знает, что надо на полочке взять, допустим, пеленочку, подножки подстелить, и из ванной выйти, ножками встать на нее, и если она выходит из ванной, она ее весит просто на край ванны, и все, она сохнет, или кто-то следующий идет подстилает, потому что у нас были случаи, когда Сима делала свои шалости, именно на пеленку, лежащую на полу, вот да, это еще одна из причин, почему я не стала стелить больше никакие коврики, вот потому что у Симы такая привычка, любое полотенце, лежащее на полу, превращается в горшок кошачий, но мы с вами большие молодцы, мы с вами навели порядок, давайте посмотрим результат, в принципе у меня все скрыто, все убрано, все по местам, мы с вами все поверхности протерли, пол протерли, стены протерли, мы с вами большие молодцы, стираться вещи поставили, всю сантехнику, все протерли, все помыли, поэтому я на этом сегодня буду с вами прощаться, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, также у меня есть влоговый канал, там я выпускаю ролики из своей повседневной жизни, ссылочка на него всегда есть в описании, также у меня есть телеграм-канал, я тоже иногда там делюсь моментами жизни, все ссылочки на социальные сети, на ютуб-канал второй, на дзен-канал есть в описании под роликом, переходите, подписывайтесь и общайтесь со мной там, а на этом я буду с вами сегодня прощаться, всех люблю, всех целую, всем до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok,